Привет, зритель! Позволь пригласить тебя на вечернее чаепитие, на изысканный чай, на обновление моей чайной коллекции. Я зажгла свечку для романтичной обстановки. К чаю у нас есть сухофрукты, чернослив без косточки. И чай. Я так ждала этого дня, я так хотела заварить чайнички на свечке, кстати, чайничек на 700 миллилитров, вот этот вот чаек. И угостить тебя, и посмотреть, как он будет менять цвет медленно и печально, радостно. Ну и пока он будет менять цвет и настаиваться на свечке, обозреть вот это все богатство. Что ж, я думаю, мне стоит насыпать небольшое количество в чайничек. Ложечка возьму. Ложечка сияла. Кажись костяная. Еще мамы моей бабушки. Коробочки у меня таких две. Холодильник запил свою песенку. Ну уж лучше холодильник, чем кто-то иной. Чай это у нас с божественным ароматом. Зелман. Гринтси. Здесь у нас и просто чай зеленый. Он же. Улун. Иристия бамбука. И эстрагон. Тот, что зовется еще тархон. Вот. Этим волшебным чаем я решила напоить тебя и себя зрителя. Я думаю, пары ловочек нам хватит за глаза и ушки. Мне так он понравился, что я заказала себе еще. Весь чай по большей части куплен на Вайтберис и по хорошей скидке. И заказала я себе вот такой еще. И после этого чая не стало. После того, как я его себе заказала. То бишь, про запас и расцепила все. Так. Мы закроем крышечкой. Сейчас я зажгу свечечку. И аккуратно ее поставлю вот сюда. Я надеюсь, что эта свечечка не потухнет. А то бывает с этими свечечками такое. Долью сейчас сюда фильтрованной водички. Возможно, сейчас тебе плохо видно, зритель. Но даже от холодной фильтрованной водички наш чай приобретает некий зеленоватый цвет. Мне хотелось это увидеть. Что ж, зритель, теперь и ты это увидишь. Я думаю, чернослив немножко потеснится. Это король нашего стола. Конечно, можно было бы ложечку убрать. Ну ладно, пусть пока лежит. И да, цвет у нас, к сожалению, немножко тусклый. И всю красоту этого зеленого чая он, возможно, не очень-то и передает. Да, и управляет все еще с телефоном. Ну что ж, начнем. Раз уж я его открыла, то с него я и начну. Это у нас улун. Смесь улуна, тут улун, листья бамбука, эстрагон. Листья бамбука у меня тоже, кстати, есть в коллекции. Если ты, зритель, очень захочешь, то я тебе обозрю все то, что лежит в чайной полочке. Хотя у меня и так были на счет этого мысли однажды все это обозреть. Или же обозрю все вместе. И вот то, что здесь потом уже. И то, что там. И изначально я хотела обозреть то, что там купленное. То, что там я сама смикшировала купленное, допустим, сборы каких-то трав и растений. И то, что там уже конкретно сборы всяких трав и растений. Это верхняя полка. Полностью большая такая заполненная. Заодно и самой разобраться и узнать. Вау! Зато у меня еще есть. И вау! У меня такая штука есть. В общем, примерно то же самое, что я обычно делаю с парфюмерией. Для тех, кто любит парфюмерию. Но я думаю, что есть те, которые любят не только парфюмерию, но еще и чай. Зелман Грин Тим. Тут у нас такой павлинчик нарисован. За этот Зелман отвечает у нас общество с ограниченными возможностями либо ответственностью. Две столицы. Города Москвы. И запакованное это у нас в России. Но, в принципе, качество очень хорошее. Само Луна Тагуанин. Отличного качества. Само сочетание и идея вот этого исполнения мне очень нравится. Хорошая такая коробочка. Ее можно кому-нибудь подарить. Если вдруг увидите такую коробочку. Честно, я не помню цены, что почем я покупала. Но где-то полторы, наверное, с лишним тысячи у меня все это обошлось. И это у нас не обзор покупок Свайберис или Азона. Это у нас обзор моей обновленной чайной коллекции. И вот здесь вот лежит такой вот пакетичек. Если у вас есть какой-то друг, подруга. В общем, какой-то очень хороший, близкий вам человек. Либо интересный, вы хотите выразить ему свое почтение. Я думаю, вот это очень подойдет. Отличная коробочка. Сюда ее пока поставлю. И тут у меня еще один. Еще даже не открытый. Кстати, такая бархатная поверхность. На той-то я аккуратно отдирала наклейку Вайберис, которая закрывала половину записи Зелман и надписи Зелман и Гринти. А здесь у нас, благо я знаю, как это заваривать, что это в составе, но что Озон, что Вайберис, они вот этим грешат. Смотрите, какая красивая коробочка. Тут 100 грамм. И еще 100 грамм, ну, уже меньше, чем 100 грамм. У нас тут есть, тут у меня в запасе. В общем, около 200 грамм у меня отличного чая, Зелман, Гринти, Улун, Гуанин, Эстрагон и листья бамбука. Листья бамбука часто добавляют в пуэр прессованный. И такой вкус, знаете, как одна моя подружка говорит, как прелых носков. Ну, мало ли кто чего-то, одна моя знакомая говорила, что пуэр для нее пах сырой рыбой. Кстати, о пуэре. Пуэр. Пуэр. И, кажется, еще один пуэр. И даже еще, кажется, один пуэр. Гунцин пуэр, императорский пуэр, он же королевский, где как называют. Но чаще всего называют императорский пуэр. Китайский эритный чай. Наклейка у нас все перекрывает. Хайлань. С другой стороны, зато есть еще информация. Императорский пуэр. Гунцин пуэр. 100 грамм. Вы знаете, с молоком его заварить в турке очень хорошо. На мне попробовала, лет так 10 с лишним назад. Несколько часов есть вообще не хочется. Правда, вкус у него такой специфический. Ну, вот сам Гунцин, он сам по себе такой специфический. А с молоком это, знаете, так. Пьешь, потому что это полезно. И потому что оно заряжает тебе энергией. И потому что после него долгое время не хочется кушать. Ну, это очень любители. Вкус глубокий, нежный, землистый. Ну, нежные, землистые, они очень такие равноценные слова в этом плане. Порос провинции Юнань. Заваривать 3-5 минут при температуре 95-98 градусов и расчета 5 грамм на чайник 450 миллилитров. При заваривании проливным методом заваривать 10-15 секунд 7-10 грамм на чайник 120-150 миллилитров. Китайский шоу-пуэр. Ну, мне кажется, все эти шоу-шен, это мое чисто мнение, это поздние такие уже наименования упакованы. 15 октября и до 15 октября 23 года он будет жить. И внезапно это сделано в Ярославской области, в село Кондакова, строение 68. Взяли в Китае, распаковали в России. Надо бы взять ноженки и догрянуть на него. Да, вполне себе гунзин. Не зря я, наверное, не убрала ложку. Немного я тут переставила. И сейчас я покажу этой ложечкой. Знаете, бывает такое, у вас сидят гости и кто-то пришел, какой-нибудь сосед. Сейчас, конечно, это было больше как виртуальный сосед, которого очень тягомотно выставить за дверь. Но все же мы снова тут с вами. Я, мой чайчик и ты, зритель. Сейчас я даже увижу гусян. Ну, я, конечно, не уверена, но будем считать, что ты увидел, зритель. Если же тебе совсем было плохо видно, то дай потом мне знать, каким-либо удобным для тебя способом я сфотографирую тебя. И допустим, поделюсь с тобой в телеграм-каналчике, либо в инстаграмчике. Чем бы это мне завернуть, чтобы не рассыпать. Скрепочки-то у меня тут никакой нетуки. Можем пока вот так вот поставить. Так. У меня тут есть black tea. Юнань. Черный чай. Дяньхун. Его иногда называют, а иногда называют просто юнаньский. Вот знаете, у Гринфилд раньше был очень хороший качественный юнаньский черный чай. С дымком такой. Как бы с черносливиком. Но я давно не покупала Гринфилд именно такой чай. А вот, допустим, Гринфилд, японская асэнчи, это теперь пересушенный китайский чай. Он же третий сортный, если не последнего такого отсеянного сорта. Гуньсин. А тут дорожный чай. 24 штучки в одной упаковочке под видом шоколадки. У меня был немножко День хуна от Шэнна, но он, к сожалению, закончился. Мне захотелось купить еще День хуна, возможно, от какой-то другой уже фирмы. Тут оно у нас немножко с крошками. Но все же День хуна у нас бодрит, а у нас вечернее чаепитие. Поэтому я и завариваю. Вот что завариваю. Он прессованный, соответственно. Немножко вот тут осыпалось. По запаху так пуэр-пуэром. Учитывая, что, в принципе, если черный чай изначально был... Пуэр, точнее, изначально был тем самым черным чаем, который не очень правильно хранился у бедных монахов. О, сломился. Один квадратик на чайничек. Как-нибудь заварю. Ну, а тебе, зритель, если вдруг захочется снова в гости попить именно этого чаючку, ну, так дай мне снова знать каким-нибудь удобным для тебя шпотером. Единственное, я крайне редко захожу в Одноклассники, а в Фейсбуке я стабильно забываю проверить личные сообщения. Поэтому сообщать зрителю об этом как-то иначе. Ну, а если ты уже решишь присоединиться к моему чаепитию, то всегда, пожалуйста, захватить только что-нибудь к чаю. Потому что раньше на механке у меня были чаепития регулярные. И коллекция чая была побольше. И единственным условием было для прихода в гости на моё чаепитие это взять что-то к чаю. Что-то, допустим, что нравится самому тебе, зритель. Как-то оно у меня обратно не влезает. Ну, да ладно. Положим вот с... С этой стороны где-то не видно будет, но... Как бы ты уже увидел всё, что мог, зритель. Здесь у нас... Лида Ти. Чай красный прессованный. Гунг-фу мини-блин. 100 грамм. 1 января 2020 года изготовлен. И два года жизни он живёт. Вот он зовут у нас китайский. Лида. Кунг-фу блэк-ти. Самое интересное, что местами он назывался как флэр. А местами он назывался как Дянь Хон. Сейчас мы узнаем, кто же это у меня. Пуэр. Я думаю, что Дянь Хон в прессованном виде это будущий пуэр. Выглядит как вполне себе пуэр. Немножко осыпается. И... Довольно-таки неплохой чай. Я думаю, что его можно, если, конечно, не... Можно, наверное, думаю, даже и разломить. Но сейчас его заваривать не буду. Поэтому как бы и ломать-то мне сути нет. Учитывая, что на нём видно на такую вот характерную сеточку. Ну, как бы в марлю его засунули, в землю закопали. Через некоторое время достали. То, я думаю, что это тоже пуэр. Возможно, трёх летний. Возможно, пяти. А может, даже и больше. Лет и... Что хочу сказать. Его даже удобно будет ломать ножичком. У меня был как-то ещё кусочек остался. Такой точи большой, 100-граммовый. Ну, он как бы небольшая. 100-граммовая есть и побольше. Но именно как точи. По типу как вот эта. Тоже 100-граммовая. Они бывают малюсенькие. 5-7-10 грамм. А бывают 100-граммовые. И... Её уже было очень неудобно ломать ножом. До сих пор уже как бы никак. Она очень крепкая такая, старенькая. А этот вполне себе может разломиться. Бывают подобные блины. 357 грамм. Такой у меня когда-то тоже был. И он вполне себе удобно ломался этим специальным куверным ножичком. Футиянь. Тут даже адрес у нас есть. Что-то тут у нас с 2012 года. Не уверена, что это создание самой этой фабрики. Ну, может быть, что-то ещё. Вот. Вот такой у меня тут. Как бы пуэр. У нас уже три, в принципе, пуэра, я считаю. Ну да, он день хун. Но заварка потом нам расскажет. Мне, по крайней мере. Потому что день хун, он действительно несколько так оригинально. По вкусу и по цвету и по аромату пахнет. Больше даже по вкусу. Но сам пуэр, он не особо напоминает. Точнее, не напоминает. А зная братьев китайцев. Либо товарищей, которые в России пакуют чай. Как вот интернет-магазин был, один слон назывался. Я помню, там очень много всякого чая заказала. И мне прислали по большей части не то, но именно то, что мне нравится. Так что, вполне возможно, что под день хуном у нас скрывается и пуэр. Тут у нас вроде как семи даже летний пуэр. Опознавательных знаков тут практически никаких. Вообще, 2011 год. Сейчас я аккуратненько как-то это разверну. Потому что тут тоже есть несколько таких кусочков чая на бумажечке. И хотелось бы их терять. Я не знаю как тебе, зритель, а по мне так он очень по свету напоминает предыдущий блинчик. Так вот, как я определила, что это пуэр. Помимо того, что там, возможно, написано где-нибудь, что это пуэр. Пуэр отражается на чае, на чайном рельефе. Как вот, если вы делаете творог сами, а потом в марлю его перекидываете. Примерно то же самое. Такой же рисунок бывает на творожке. Это тоже, кстати, будет хорошо, удобно разрывать. Он даже сам немножко кружится. Вот если подцепить легонько пальчиком, то какая-нибудь чинка отлетит. Значит, и пуэрным ножом его вполне себе можно вот раздолбать. Как обычно, пуэр качественно выдерживает до 15 заварок. Ну, первая там несколько... Первую заварку вообще практически не настаиваете, она сразу практически темнеет. Чина, Худия, не уж-то Лида, тоже Лида, да. Это 2011 год. Значит, этот чай у нас изначально с 2012 года просто вот спрессовали его, упаковали в январе 2020 года. А этот 2011 год. Давненько у меня не было таких древненьких чаючков. Ну, и как бы, где я брала, даже на озон-то бывает описание не всегда точное. А на вайсберез, я думаю, не особо вдовольются в подробности относительно чая. Поставлю его пока рядышком. Так что вполне возможно, что написано одно, а на деле-то другое. В общем, пока что мы имеем у нас три полноценных пуэра и один, возможно, дянхун. Зелёный чай России, произрастающий российской сборки, соответственно, крупнолистовой краснодарский, краснодарский ручной сбор. Я его крупнолистовой назвала. Чай зелёный байковый, 100 грамм. Хотя, возможно, он и крупнолистовой. Чай зелёный байковый, среднеристовой вот. Краснодарский ГОСТ чай, ручной сбор. Очень размыто, но, возможно, что в марте 2020 года его и снимали. Или изготовлен, упакован. Ну, и одна ложечка. Столовая ложечка, люди. Я впервые такое вижу. Столовая ложечка на чашечку. Залить водой 80-85 градусов Цельсия и подождать 3-5 минут. Сделано в Сочи. И какие у нас ещё бывают вкусы? Пусть каждая новая чашка особенный вкус принесёт. Краснодарский ручной сбор. Зелёный просто чай, 100 грамм. И 100 грамм, видимо, уже крупнолистовой. Что-то как-то непонятно. Потом чай, тут уже чёрный с чабрецом. А, нет, это чай зелёный и чай чёрный. Не разглядела. Чай чёрный с чабрецом и чай чёрные ягоды. Чай чёрный бергамот, чай зелёный жасмин. Такие вот бывают. Всё-таки не очень хороший дизайн на сером фоне. В серо-белом фоне чёрными буквами. И вот у меня как-то крупнолистовой читался вместо Краснодарского. Краснодарский ручной сбор. Кто-то, знаете, я вот так подумала. Ну, может, как-то машинный сбор бывает чая. Потому что везде пишут ручной сбор. Вдруг кто-то сомневается. 100 граммовая чашка. Пачка, pardon, просто чай. Вот, просто чтобы был зелёный чай. Я думала, что у меня заканчивается зелёный чай полностью. Но у меня на тот момент оказался ещё Азерти зелёный чай. Как-то я его покупала на Озоне. А потом я его, кажется, нашла у нас в Ашане. В городе. И он мне понравился. Вот Азерти зелёный чай. Очень хороший чай. Хороший зелёный крупнолистовой. Ну, кстати, вот надо глянуть мелко. Среднелистовой. Ножичком, конечно, лучше бы открывать пачечку. Но я попробую ножницами. Всё тут снять. Положу-ка я это вот. Пока кота нет, он не занимает этот стулчик. Да, у меня сейчас справа по борту, по центру стала стоить стулчик у холодильника. Я сегодня пришла к выводу, что в этой кухне не хватает третьей табуретки. Но у меня сегодня две табуретки. Поэтому поставила стулчик. Смотрите-ка. Неплохой. Вполне сидел пакетик. Сейчас мы глянем с вами, что у нас там внутри. Я вот так подумала, если в России умеют выращивать зелёный чай. Ну, в смысле, вообще чай делают зелёный или чёрный. Почему бы в России не научиться делать пуэр? И другие сорта улун, там ещё что-то. Не сказать, что это средний листовой. Больше напоминает крупный. Запах неплохой. Такой вполне себе зелёного чая. Посмотрим, как он в заварке будет. Сейчас я гляну в зритель, как там видно, не видно. Ну, я надеюсь, что увидишь. В крайнем случае... Поразуй глаза. Так, у нас, в отличие от фуэра, есть коробочка. И можно обратно убрать. На коробочке написано «Приятного чая питья». И, кстати, несмотря на то, что оно было в пакетике запаяно, в коробочке есть немножко чаина. Так, куда бы тебя поставить-то? Вот это я уже открывала. «С любовью из Китая». Набор «Два вкуса». «Линклонг. Сердце дракона». Очень хорошая фирма. Она иногда пишется вот на английском «Линклонг», а иногда пишется на китайском. И как-то выглядит, кажется, по-другому. Но это одно и то же. Это действительно упаковано и изготовлено в Китае. И тут у нас составит чай зеленый байховый, китайский крупно-листовой, плюс чай черный пуэр байховый, китайский крупно-листовой. Способ приготовления – положить одно сердечко, заваривать в начале 400 мл. Залить кипятком и дать настояться чаю пять минут. Я скидывала в Инстаграм, кажется. Мне там Амазон даже писал сначала типа «Вау! Вы там написали на нас отзыв. Дайте нам номер вашего заказа, а мы вам скинем бонус». Я дала им номер заказа, а они пропали. Ну, как бы я не рассчитывала ни на чё подобное. После того, как они пропали, и где-то так уж прилично время прошло, я почистила комментарии. Думаю, ну нефиг самих себя рекламить. Вот у меня бумажечка. Выглядит так, будто бы чайок. Специально для тебя оставила за этим. Не-не, я не хотела тебя обмануть пустой бумажечкой, сказав «Выбирай, может с собой взять? Ты вберёшь себе, а она пустая». Вот оно. Сердечко. Вот здесь пуэрки. А в зелёненьких улунчик. Ну, такого сердечка вот на чайник чуть поменьше. Он 250 миллилитров, конечно, не 400. Его много. Надо половинку сердечка как-то ломать. Либо, вот я думаю, в таком чайнике заваривать. На очень долго хватает, выдерживает довольно много заварок. И не до конца успевает распуститься в итоге. Очень хороший пресс. Прессованный хороший чай. Я перевернула его, и он укатился. И как было, я уже не помню. Ну, ладно. Разложим как хотим. В общем, вот. По 8 штучек каждого. 8 того, 8 другого. И всего 80 грамм. В общем, по 40 грамм каждого чая. Считай, 5 грамм сердечка. Вот этот я брала на озоне, как я уже говорила. Ну, а тренглонга тут что-то должно встретиться с Вайдриса. Куда бы тебя, солнышко мое, положить ей. Это я уже заваривала один разочек. А нет, даже два разочек. Это у нас сихулудзин. Элитный китайский чай. 50 грамм. Фирма Black Green. Ароматный. Очень легкий и приятный зеленый чай с озера Сихулудзин. Колодец дракона. Это свежий зеленый чай из провинции Хуанчжоу. Слабая ферментация. Листа позволяет насладиться чистым весенним вкусом настоящего зеленого чая. Отличный чай. Очень классный. Он мне очень понравился. Именно вот этот вариант. У меня до этого было несколько раз и в разное время. Колодец дракона. И парашненький такой пересушенный. И третий сортный. И то, что сейчас принято называть китайской сенчей. Как быть сенча это японский чай изначально. И допустим в Японии сенча, а в Китае колодец дракона. Очень классный. Если ты, зритель, внезапно живешь в Коломне. Или бываешь там. Или собираешься туда поехать. Мало ли. Там есть музей пастилы. И в музее пастилы продают. И если купить определенную экскурсию. Как я с одной девочкой там была и купила именно эту экскурсию. Там можно еще и попить этот чай. Продегустировать. И по 50 грамм пачечки продаются. Он конечно не бюджетный зритель. По цене. Ну и понятно, что это элитный чай. И он прилично стоит. Но иногда можно купить и по скидочке. Очень даже неплохой. Есть просто лундзин. Есть еще и сиху лундзин. Это высший сорт. Где-то называется лундзин. Где-то называется лундзин. Иногда можно встретить название луидзин. Или луидзин. В сересе, как здесь. Очень хороший. Если вдруг однажды захочешь, чтобы я тебе заварила этот чаек. Вместе с тобой попила. Продегустировала. Дай знать. Возможно, к тому времени он у меня еще не выпьется. Тут у меня сразу две упаковочки Ройбуша. Африканский чай. Есть отдельный плейлист у меня. Точнее в плейлисте чайном есть отдельный ролик. Точно так же, как есть отдельный ролик по Пуэраму. Ну и даже мате, которые здесь не обозреваются. Но наличие у меня сейчас есть. Шефти. Ройбуш классический. Южно-африканский этнический напиток Ройбуш. Или же Ройбос. Заваривать 3-5 минут при температуре 90-95 градусов. Под расчет 1 чайная ложка на 200 мл воды. На самом деле не 1 чайная ложка на 200 мл воды. А чуть-чуть больше. Это мелкий Ройбуш. Я ставлю Ройбуш. Так что сурово. Срок годности 24 месяца с момента изготовления. И 100 грамм. Вот. Приятного чаепития. www.sheft.ru И второй такой же пакетик. Бывает зеленый Ройбуш. Он же Гринбуш. А еще бывает Ханибуш. Это медовое дерево. Они родственники. Но, к сожалению, Ханибуша или Гринбуша у меня сейчас нет. Но, зритель, если ты, вдруг, такой же чайман, как я. Либо же любишь Ройбуш, Ханибуш, Гринфилд. Либо же любишь просто экзотические чаи, напитки такие чайные. Но Мимона. О чайному. Пить чай. То, да, да, мне сегодня в предложении попалась наконец-то фраза. Точнее слово. От фразы, которую я первую, наверное, изучила еще почти лет 5 назад. Почти лет 5 назад я начала изучать японский. Какая же я ленива. До сих пор где-то там не совсем лучше, чем могло бы быть. Короче говоря, если вдруг ты просто любишь делать подарки и тебе нравится мой канал. Тебе нравится приходить ко мне в гости на чаепитие. И тебе хотелось бы вместе со мной попить, допустим, Гринбуша или Ханибуша. То все в твоих руках зритель. В инфобоксе есть адрес для востребования. Ну, ты меня понял, Гринбуш, да? Короче, вот Ханибуш, точнее Ройбуш. Ханибуш более приятный, чем Ройбуш. Когда я первый раз попробовала Ройбуш, он мне очень не понравился. Я помню, моя мамина подруга мне сказала на мои какие-то негодуя относительно вкуса Ройбуша, что Ройбуш, это еще был так. Бывает, кстати, Ройбуш нужно купить пакетированный Ройбуш у Гринфилда. Но там еще какой-то химии добавлено. Крамельный Ройбуш. Он сам по себе, как медовый такой, сладкий вкус. Куда там еще какую-то химию сувать. Или какие-то сухофрукты сувать, как в магазинах на развес чайных бывает. Там в какой-нибудь Кантате, в Унце или еще где-нибудь. Она мне тогда сказала как раз относительно Гринфилда в пакетиках, что Ройбуш, точнее Ройбуша в пакетиках от Гринфилда, да. Вот что Ройбуш, это таблица Менделеева в одной кружке. Так вот, таблица Менделеева в одной кружке. И он без кофеина его можно купить на ночь. Да, я конечно могла бы заварить его на ночь, но мне очень хотелось увидеть, как в этом чайнике будет выглядеть вот этот улон. Так, мы сейчас вот сюда его положим. Тут совсем немножко осталось, смотрите. И мы с тобой перейдем к чаепитию. Как раз наш чаевчик тут подзаварится. Да, раз Ройбуш, то надо весь его показать, который у меня сейчас вот обновился, появился. Здесь у нас Ройбуш. Бритиш Калани. Калани. Ричард. Королевский африканский чай с Южной Африки. Ройбуш. Либо Ройбуш. Ну, насколько мне стало известно, Ричард такая, это та же самая примерно, ну, то же самое примерно, что Гринфилд. Это русская марка, которая как бы зарегистрирована там в Англии еще где-нибудь. Внезапно открытие такое. Бритиш Калани Ройбуш. В составе Ройбуш. Я его уже заваривала. И открывала, соответственно. И здесь он более крупный. Бывает такой сорт, ну, как бы чай такой, Ройбуш, длинная иголка. По-моему, это было у Унции. Возможно, еще было и у Кантаты. Зрители, если у тебя в городе есть Унция или Кантата, зайди. Конечно, в Унции на 30% дороже за счет... А трюки на пакетике написали, как сказал однажды. Уже не помню какой-то мой знакомый сетевой. Возможно, уже бывший какой-нибудь сетевой знакомый. Ну, и в Кантате, соответственно, тоже слегка цена накинута. За какой-нибудь там типа бренд. Но зато в таких магазинах шанс найти, допустим, этот же Ройбуш на развес. При этом приличного, хорошего качества. Не бодяженного, непонятно чем. Хотя больше шанс найти именно что бодяженного какой-нибудь фигней. Но при этом хорошего качества. Соответственно, ты можешь найти это и купить там. Вот зайди, если у тебя в городе, в той населенном пункте есть какой-нибудь магазин на развес. Если там есть Ройбуш, приобрети. Сейчас у нас такое тяжелое время, что витаминные чаи самое то на вес золота должны идти. И вечером можешь заварить, и в холодном виде можно попить, и в горячем виде можно попить. И летом вообще в кругу годично. Вот. А если увидишь в магазине вот такую небольшую коробочку. Кстати, стоила вот только и в его помню сколько она стоила. 100 рублей 50 грамм тут. В принципе, неплохо. Вообще считается, я считаю, что Ройбуш, Ханибуш, Гринбус и Мате, они дешевые. Ну, в России как-то принято непонятно по какой причине накидывать на него цену раз 5, 6, 8, 9, 10. Кто во что гораст. Ну, вот этот вариант 50 грамм за 100 рублей, учитывая, что тут еще и такая хорошая коробочка. Он крупноистовой, можно сказать, в смысле длинный, горчатый. Довольно приличный пакетик. Немножко у меня насыпалось. Вполне себе обоснованно. Ну, без коробочки, возможно, эти же 50 грамм стоили, возможно, бы даже 50 рублей. В общем, год у меня. Пополнение коллекции. И что я уже заваривала еще. Это у нас чай Лунте Гуаннин Китай. Ти Тести 150 грамм. Чай зеленый китайский. 28 октября 2020 года он упакован. 150 грамм. Ну, и живет он 12 месяцев. Да, вот тут. Лайтберис как-то халатно так отнесся к этой упаковке. На клику свою приклеил куда не надо. Цвет именно вот такой, как на упаковке этой заварки. Ну, и в сухом виде и мокрый. Очень тонкий, едва заметный вкус. Я помню, был у меня такой зритель Влад. Он мне как-то из Китая на первую свою чайную посылку. Еще в личных сообщениях, которые на тот момент еще существовали. На YouTube послал три сорта Гуаннин. Ярко выраженный, средне выраженный и такой. Так себе. Будто вот слитой Гуаннин. И вот слитой Гуаннин считается супер крутым. Ну, в смысле, будто слитой Гуаннин. В том плане, что Гуаннин, вкус которого практически не ощутим, он настолько тонкий, что надо приноровиться, чтобы его улучшить. Я помню, сначала мне как-то, ну, не очень я прониклась. Мне больше понравился ярко выраженный вкус. Мы даже с человеком с этим вошли в некий диссонанс, дискуссию на этот счет. Но в итоге я прониклась. И вот этот. Немножко совсем надо. Очень хорошая скрутка. Напомню, что лун это полуферментированный чай. И опять же, у меня есть отдельный ролик про лун. Поддачную мою коллекцию. Если ты, зритель, хочешь ознакомиться с этим поближе, то ты можешь посмотреть этот ролик в плейлисте. Кажется, моя чайная коллекция. В принципе, куда и этот ролик уйдет. Ну, заваривать 250 мл, 2 чайные ложки, 90 градусов, 2-3 минуты подождать. Прости, зрители. Я зеваю. У нас сейчас поздний вечер. Наверное, я уже слегка подустала. Так, и еще два чая у нас осталось. И оба я заваривала. Да, кажется, это тоже заваривала. Это у нас Бао Мао. Бай. Пардон. Бай Мао Хоу. Беловолосая обезьяна. И сысканарить на зеленый чай. Вообще, как бы это белый чай. Но его называют зеленым. Знаете, как в анекдоте? Типа, а что такое желтый чай? Желтый чай, это как зеленый, только более желтый. А что такое белый чай? Это зеленый чай, только как зеленый чай, только более желтый. Вот желтый чай я бы тоже очень хотела вернуть в свою коллекцию. Но, к сожалению, пока не встречала. И раньше мне очень нравился больше желтый чай, чем, допустим, белый. Белый чай бодрит. Поэтому я его сейчас и не заварила. Марка это K&M. Или как-то так, организованная, образованная. В 2012 году, совсем недавно похоже. Выращенная и запакована в Китае. 50 грамм. 3,5 грамм на 225 миллилитров. Она же одна чайная ложка. 75-85 градусов заварки. И 2-3 минуты подождать. И... Я вообще искала баймудань. Но баймуданя не было. Зато была беловолосая обезьяна. Кстати, тоже очень даже неплохая. Я, конечно, была бы рада иметь у себя в коллекции и беловолосую обезьяну и баймудань. Белый тон. Но вот не сложилось. Я бы даже не отказалась от бровей бога обезьяны. Или от жемчужин. Такие бывают зеленые щаи. Так скручен. В шарики такие. Жемчужина дракона как-то называется. Да, у него такой, скажем так, тонкий вкус. Не совсем осязаемый. И, может быть, для новичка он покажется каким-то даже неприятным. Кажется, я писала практически о всех чаях, которые я пила. Или в Твиттере, или в Инстаграм. А, может быть, и там, и там. И что-то где-то дублировала. Какой-то чай я так и не залила. Ни в Инсту, ни в Твиттер. Что там, что тут. Один и тот жених. Так же, как на YouTube. Пайвер Форевер, кстати, это же код на скидку в 6% на очень крутом магазине. Индийских товаров. Ну, ссылка на него есть в инфобоксе теперь. Так что, если тебе интересно, зритель может туда ткнуться. Она находится как раз после строчки про то, что ты можешь стать моим спонсором. Твой ник, либо имя будет указываться в конце ролика в титрах. Получить доступ к эксклюзивному контенту, как, допустим, стримы по ссылке. Только для своих. Потом всяким там стикером. И странненьким смайликом имени меня. И, допустим, если ты любишь АСМР, либо МОУБАГИ, то получишь как бы полноценную гарантию, что это будет 2-3 раза в месяц выходить. А не тогда, когда мне приспичат или в ожидании долго-долго. И последний вот у нас чай в руке у меня. Обигайл. Марка, либо фирма. Чай китайский зеленый Мао Дзянь. Белая река. Происхождение чая Китай. Зрители, если ты анимешник, или хоть чуть-чуть смотрел аниме, или иногда смотришь, или хотя бы Дунхуа смотришь, возможно тебе вот эта картинка что-то напомнит. Мне она кое-что напоминает. Саньгил говорит, коробочка сзади, спасибо вам. Наверное, за выбранный чай. Белая пустошь, или еще что-то. Что-то такое вот, я забыла название. Я даже, по-моему, забыла название самого аниме. Но по нему есть Дорама. Кажется, по нему есть Вептуну, Вепка. И по нему есть Манга. А еще по нему, кажется, есть Раноба. По этому Дунхуа. Был там какой-то чувак такой демонический, был какой-то светлый такой чувак. И в Ранобе сделали их гомосексуалистами. А по мне так он вполне, черный чувак вполне себе такой. Ну, вообще мне казалось, что это чисто дружба. Ну, мне кажется, там в Мангаке хотелось срубить бабла на этой теме, на этом яое. Поэтому она все свела в какой-то дешевый любовный роман. Я просто заглянула в начало этого, а она бы заглянула в конец. Мне разочаровалась малость. Да, и еще есть Дунхуа, 5-минутное такое, про чиби-версии. Владыка, кажется, или мастер дьявольского культа, или владыка дьявольского культа. Что-то такое у меня сейчас вспоминается. Или победитель, хрен его знает. Короче, вот тут эта вот Белая река, Мао Дзянь, мне напоминает именно то аниме. Ну, и что, это разловольство на его достать. Надо удостовериться, что я его открыла, набегаю. Это второй белый чай моей обновленной коллекции. Если этот более такой скрученный, как бы даже застывший, можно сказать, по ощущениям визуальным, то здесь вот в каком-то плане он напоминает брови и бога обезьяны, но только вот если воспринять брови, как вот такие тоненькие линии. Бывают такие блогерши, которые выщипывают специально себе брови, а потом их прорисовывают. А бывают те, которые выщипывают, такая вот ниточка, и так и оставляют. И вот эти чайники очень напоминают такие брови. Бывают очень крутые элитный черный чай из первых листочков. Вот такие же вот бровки там бывают. Чайники, на самом деле, конечно же. Очень интересный запах у него. Вообще чай я начала нюхать совершенно недавно. Обычно мне попадались какие-нибудь люди, которые говорили, ой, Пуэр так воняет, ой, там какой-то чай так воняет. Я так на них офигевала, думаю, нахрен они этот чай нюхают. Его же заваривают. И пинут. Заваривают, чтобы пить. Так вот. Заварка пахнет в сухом виде. Даже местами отдает тонкими шоколадными нотками. Может быть потому, что я сегодня перед записью ролика пообщалась с одной блогершей из Эвпатории, которая слегка страдает парфюмерией. Ну, любит она парфюмерию. И все эти какие-то ароматы как-то их описывают. А вот у меня любовь к чай. Теизм. И я толкаю теизм в массы. У меня стишок даже какой-то есть там про теизм. Что-то в стиле рэпа даже, скорее всего, знает. Какой-то особо глухой человек приехал на машине. И между домами, видимо, поставил свою машину так, чтобы люди услышали его музыку. Учитывая, что сейчас у нас довольно поздний вечер. Где-то, возможно, даже около 11 вечера. То-то даже как-то некультурно. Он, конечно, не знает, что мы тут с вами пьем элитный чай. Вообще собираемся пить элитный чай. У нас заваривается чай, свечка говорит, все такое. Мы тут растрясаем мои запасы обновленные. Но ночь же на дворе. И как вообще его уши? Вообще-то Эбигейл. А я его по-другому обозвала. Ну да ладно. Три О. И сделано это у нас в Домодедово. Не поверю, зритель. Разготовлена, упакована 10 октября этого года. И через два года оно закончит свою жизнь. Если не заварится раньше. Так, пожалуй, пришло время перейти к... Немножко расклепить этот столик. Особенно тех пакетиков и коробочек, которые нужно бы закрыть, чтобы не растрясти драгоценные чаинки. И достать пару чашечек. Мне, зритель, и тебе. Дабы... Попить нашу чаючку. Не сказать, что чайник горячий. Но вот несколько пузырьков уже как бы есть. Я думаю, что еще чуть-чуть и он уже будет готов. Что ж, зритель, пока ты мыл руки перед едой. Я убрала со стола, как видишь. Оставила только наш Зелман. Кринти. Пришла пора попить чаючку. С черносливиком. У меня тут пара пиалочек. Почти изумрудный цвет. Ты заметил, зритель? Когда я наливала, то чай немножко менялся в цвете. Это тебе. Как дорогому гостю, зритель, первая чашка. Ну, это мне. Угощайся черносливиком, зритель. Он, конечно, не горячий. Можно сказать, теплый. Теплый чай. Довольно вкусный. Как там наши листики? Им, конечно, мало места. Надо было положить одну ложечку чайную. Они бы совсем распустились. Заполнили бы все вокруг. Ну, кто он выдержит еще, допустим, одну заливку? Ты как хочешь, зритель. А я возьму черносливинку. Как тебе чай, зритель? Правда? Обалденный. Чуть-чуть добавлю. Знаю, зритель, у меня тут еще есть пара пиалочек. Вообще, как бы это от одного чайного набора. Однажды ко мне пришли девчонки. Две штучки. У меня как раз таких пиалочек три. И, ну, скажем так, они в свое время были моими подружками. Но потом делали периодически пакости. Ругались со мной. Мирились со мной, когда им выгодно. И однажды я поняла, что мне как бы самой невыгодное общение такое с ними, что быть им заменой или каким-то уютным домом, куда можно прийти, попить чайку, когда им хочется. Ну, или покушать прийти. Когда они голодные, вторая чашка более насыщенная. И чуть более теплая. Поболее теплая, чем предыдущая. Я заварила чай. В том чайном наборчике. Под видом, смотрите, ну, они как бы хотели чая, какого интересного. Который есть у меня. Я им заварила. Ну, смотрите, какой у меня чайный наборчик. Красивый. Почти прозрачный фарфорчик. С Китая, кстати, тогда еще на Алиэкспресс заказывала. До мной это было. И налила им вот эти пиалочки, там на два глотка буквально чая. После этого их сдуло ветром. Больше они не являлись. Ну, как бы они являлись уже потом. По большей части одна из них. И не сколько за чаем, сколько может быть по какому-то делу. Но, возможно, не поняли намек. Потому что какого-то такого, что-то из серии, мне больше не выгодно с собой общаться. А после, спустя год-два или полгода, или какое-то время, больше я такого не слышала. По крайней мере, от второй дамы. Даже на два с половиной глотка. Пожалуй, еще. Не полно даже. Так вот, зритель, в гостях хорошо. А дома лучше. Ты так не находишь? Ну, а если находишь, то милость прошу на выход. До новых встреч. Заходи еще. Пока. Не забудь поставить палец кверху.